Помните, как у маршака рассеянный с улицы бассейна и ложится спать в отцепленном вагоне, а затем, как не проснется, за окном один и тот же пейзаж, более того, один и тот же город и даже один и тот же вокзал? И никак этот рассеянный с улицы бассейна и не мог понять, да что же такое происходит, почему поезд никуда не движется? Закричал он, что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград. К чему я это вспомнил? А просто гениальные люди, к коим, безусловно, относился писатель Самуил Яковлевич Маршак. Они же в каждое свое произведение смысл вкладывали, в том числе в детские стихи. О чем конкретно вот это стихотворение? Советские дети очень хорошо понимали, безо всякой помощи взрослых к слову. А вот многие наши современники, к сожалению, не видят между строк этих самых намеков, даже став большими дяденьками и тетеньками, сидят как тот рассеянный. В точно таком же отцепленном вагоне годами сидят, проводя большую часть пути во сне или даже в пьяном угаре и думают, будто они куда-то едут вперед, конечно, в прекрасную Россию будущего. А это реальная журналистика. Нет повода без повода. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и коль скоро на прошлой неделе начался новый учебный год, немного рывков и прорывов из этой области. Член комитета Госдумы по просвещению некто Анна Скорозникова партия «Новые люди» направила на обращение вице-премьеру страны Мишустину, в котором пожаловалась на катастрофическую нехватку учителей в российских школах, в первую очередь в малых городах и в сельской местности, и предложила как-то простимулировать педагогов, дабы они оставались в профессии. Были в этом заинтересованы. Немного цифр для понимания от госпожи Скорозниковой. 250 тысяч специалистов. Вот такой дефицит у нас сегодня в Минпросвещении. 250 тысяч, вдумайтесь в эту цифру. Это какое-то невероятно огромное число людей для понимания. Почти столько же. В прошлом году по частичной мобилизации в армию призывали, но с военными-то хотя бы какое-то логическое объяснение существует. Я имею в виду, когда мы говорим о нехватке военнослужащих с учителями-то. Что? Нет существенного омоложения кадров. Согласно статистическим данным, число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5%. При этом в регионах лишь 10-20% выпускников педагогических вузов остаются в профессии. Дискомфорт! Хотя, вот и ответ, нет омоложения кадров. Только пятая часть выпускников педагогических вузов идет работать в школы. А почему? Да мы же с вами прекрасно знаем причины. Низкие зарплаты – раз. Огромные нагрузки – два. Как раз из-за дефицита кадров. Оттутствие возможностей и подработки – три. В Москве, например, или там в Питере, в Екатеринбурге, конечно, еще можно заняться репетиторством. А в провинции? Ну и, конечно же, жилищный вопрос. Как камень преткновения. А приехала она, эта молодая выпускница в село. И чего? Жить в этой сельской школе, что ли? Прям тут в классе? Причем эта история уже стара, как мир, во всяком случае, как современная Россия тянется. Со времен царя Гороха еще и с 90-х годов. Самое главное, еще раз говорю, это личный выбор. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Извините, что я ни в кокошнике, ни в вечернем платье. Я не знала. Вот этой записи семь лет. На ней Дмитрий Медведев, еще премьер-министр Российской Федерации. Семь лет, ребята, прошло. Что изменилось? А ничего. Те же, там же, только жалуются уже другому главе кабинета министров Мишустину. Одним из серьезных механизмов решения вопроса дефицита педагогических кадров может стать решение профильного министерства о введении единого федерального оклада. В этом году от нас ждут ответа на вопрос, сможет ли государство вернуть авторитет учителю. Для этого нужна адресная, точечная помощь, нужны меры господдержки, позволяющие учителям приобретать жилье, получать туристический кэшбэк для выезда в санатории, на базы отдыха и другие меры. Я просто похлопаю. Хотя из личных наблюдений могу сказать, что проблема школьного образования присутствует не только в малых городах и в сельской местности, но и в городах-миллионниках. Рассказываю, показываю. У меня во дворе школа, вот ее прямо в окно видно, при открытых окнах в теплое время года звонки дома слышно, но мой 12-летний пасынок учится не там. Он вынужден бегать каждое утро в учебное заведение, которое находится аж в четырех автобусных остановках от дома. А вот теперь, внимание, вопрос. Догадайтесь, почему? Правильно, потому что школ в районе раз-два, я обчелся. Те, что есть, они советские, но город-то расстраивается. Вокруг нас за последние десятилетия возвели огромное количество новеньких жилых комплексов с высоченными домами. Это сотни и даже, может быть, тысячи семей. А инфраструктуры нет. Ни школ, ни детских садов. И вот, значит, те дети идут учиться в нашу школу, потому что она ближайшая. Жена два года ходит к директору, говорит, нам по-практически сюда положено. А директор руками разводит, ну нет, у меня мест. У них то ли шесть, то ли семь шестых классов было и битком. И вы же, конечно, понимаете, что все это не может не сказаться на качестве образования наших с вами детей. А это действительно проблема. Потому что мы не молодеем, время летит. Не успеем сообразить, как эти недоученные школьники вырастут и станут врачами-недоучками. Или там начнут управлять самолетами, ремонтировать саяно-шушенскую ГЭС. Экономические процессы начнут выстраивать. Вам не страшно? И вот еще сейчас из каждого утюга кричат, нам надо заниматься патриотическим воспитанием детей. Причем такая хайповая история. Все вдруг захотели этим заниматься. Ребят, да ради бога, никто не против. Но мы не хотим сперва этих детей каким-то базовым вещам научить читать, писать, считать. Зайдите в любой молодежный чат, вон в ТикТоке условном. Ведь каждое второе слово с кучей орфографических ошибок написано, про пунктуацию даже говорить не хочется. И это уже не шутки ради делается, как когда-то у нас молодые люди. Правда, родного языка не знают, ничего не читают еще. Мне вообще интересно, присутствуют нынче уроки литературы в школах? Вот я своего пасынка с книжкой не видел ни разу. Какой-нибудь математикой, физикой и химии. Туда вообще лучше не соваться. И да, я, кстати, был очень удивлен, когда узнал, что слово о полку Игореве из ЕГЭ убрали. Мы же патриотизм собрались в детях воспитывать. Где найти еще более патриотическое произведение от одной из первых писаний? А древней Руси мы же должны знать, откуда все начиналось. Мне кажется, для русского человека это как Библия для христианина. Кстати, а в курсе ли вы, как это писание называется по научному? Внимание, памятник древней литературы. Литературы памятник, и ни больше, ни меньше. Ладно, попытаюсь объяснить, чем мы рискуем совсем на пальцах и на совсем понятном языке. Погнали. Многие из вас видели вот этих вот замечательных людей, гостей из Средней Азии. Кто-то называет их гастарбайтерами, кто-то мигрантами. Я придерживаюсь первого варианта гостей, ибо никого обижать не хочу. Годами эти люди приезжают в Россию на заработки. К сожалению, учителей, врачей, изобретателей, ученых среди них очень мало. В основном трудятся низкоквалифицированными разнорабочими. Многие не говорят по-русски и даже не понимают. Их образованность тоже оставляет желать лучшего. Да что там, это малообразованные, почти дремучие люди, живущие и работающие ныне легали, часто в нечеловеческих условиях. И вот теперь мы подошли к главному. А ведь еще каких-то 30 лет назад все эти граждане жили с нами в одной большой стране. Все прекрасно говорили и писали на русском. Да и уровень образования в союзных республиках ничуть не уступал уровню образования в РСФСР. Прошло всего 30 лет. И там в бывших границах союза выросло целое поколение неучий. Не хочется произносить это слово диких. Но диких, да, получается. Почему так случилось? А потому что власти в тех республиках не уделяли должного внимания образованности своих граждан. Кое-где и вовсе этот институт похоронили. И то 30 лет всего-навсего понадобилось и наши бывшие соотечественники. Спустились по лестнице эволюции куда-то ближе к подвалу. Мы что, точно так же хотим? Для тех, кто так и не догнал, к чему был весь этот спич на протяжении более чем 10 минут. Да похоже из нас хотят сделать вот таких же гастарбайтеров или бессловесных рабов только для китайцев. Ну не зря же. Не зря Пушкина, Лермонтова слово о полку Игореве отменяют. А китайский язык в школах преподают все активнее. В общем думайте. Ладно, все переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению в соцсетях. Тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok